Раз смотрим, как можно подобраться отверткой или шуруповертом в труднодоступные места, у иногда винты, гайки и болты находятся в таких местах, что к ним сложно подлезть. Есть шуруповерты с поворотной головой, есть трещотки и прочие устройства для решения таких проблем. Такая проблема встречается не часто, но ее как-то нужно решать. Поэтому я купил то, что попроще и подешевле. Итак, первое, гибкий вал, пластиковый гибкий кожух и трос внутри, в конце и начале шестиграники 6. 35 для бит. Какие-то силовые нагрузки ему не под силу, но что-то легкое открутить он может вполне. Например, винты крепления обшивки в двери машины расположены не очень удобно, отверткой с битодержателем не подлезть. А гибкий вал вполне справляется с такой задачей. Но винт в пластике он может и не сорвать. Чтоб сорвать винт, можно использовать угловерт. Или г-образный ключ из этого обзора. Угловертом в принципе можно и сорвать и открутить винты на обшивке. Боковой зазор у угловерта меньше, чем у гибкого вала, но валом можно подлезть в какие-то узкие места. Угол поворота может быть любой вплоть до 180 градусов, а у угловерта он фиксирован. Я ношу их оба, они дополняют друг друга. Через угловерт можно, например, закрутить саморез 4. Два пресс-шайбоя в тонкий листовой металл. Большие задачи для него сложны. От таких работ у него появился небольшой люфт, но тем не менее он до сих пор работает. Единственное, если бы я брал его сейчас, то брал бы версию по длине и с держателем, хвостом. За такой маленький редуктор сложно держаться и давить на него при закручивании саморезов. Ну и еще одна шутка, которая помогает мне крутить винты и шурупы, это удлинитель с фиксацией бит. Я брал короткий, но есть версии разной длины. В угловерте и гибком вале биты фиксируются магнитом, это вроде неплохо. Но иногда бита застревает в саморезе, и когда тянешь шуруповерт на себя, бита остается в шлицах шурупа. А потом часто падает, при работе на высоте это доставляет некоторые проблемы, особенно когда висишь этаже на 15 бита падает куда-то вниз. Этот удлинитель жестко фиксирует биты, его черная юбка оттягивается назад и вставляется бита. Биты фиксируются стопором, который убирается при нажатии на юбку. Именно для такой фиксации на битах есть специальные прорези или пазы. То есть если бита вставлена в такой держатель, то можно быть уверенным, что она в нем и останется, а не выпадет, застряв в саморезе. Еще один плюс держателей такого типа, что они позволяют держать за юбку пока крутишь саморез. Если саморез длинный, то при просверливании отверстия он все норовит упасть на бок. А с этой шуткой можно крутить шуруповертом и держать ось за держатель, юбка свободно крутится. Это не дает шурупу упасть в сторону. Ну и посмотрим, что внутри у этих переходников. Прямой удлинитель разобрать у меня не получилось. Гибкий вал, просто срезаю канцелярским ножом внешний пластик. Внутри пружина и трос. Трос по краям запрессован в держателе. Типичная поломка, при приложении слишком большого усилия трос выскакивает из держателя. По-моему ремонт не целесообразен при такой цене. Хотя наверное возможен. Угловерт. С двух строн запрессовано два подшипника. Видно стопорное кольцо. Как я не пытался, не смог его снять. Максимум, что я смог сделать, это снять боковую шайбу подшипника и посмотреть на шарики и пластиковый белый сепаратор. Похоже, что подшипник однорядный. В общем инструмент для домашнего мастера или редкого использования, при этом когда его приходится применять думаешь, и что бы я без него делал, иногда значительно ускоряет работу. Для частого и профессионального использования есть другие инструменты с таким же функцией аналом но лучшего качества, при этом там уже совсем другая цена. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...